в виде ограничения свободы. Суд приходит к выводу и полагает, что именно данные меры наказания будут являться справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Обстоятельствам совершенной личности вновь может обеспечить достижение цели наказания и будет способствовать исправлению медникова и предупреждению совершения новых преступлений. Оснований для назначения иного наказания предусмотрены санкции статьи суд не усматривает. Не имеется основания применения власти ст. 64 ПЛПР, то есть назначение более по наказанию ч. 6. 64 ПЛПР, с учетом обстоятельств совершенного преступления степени общественной опасности поведения до и после совершения преступления самодельная часть 6.15, суд не усматривает. Судом учитывается характер степени общественной опасности совершенного привлеченности виновности, с чем суд входит к выводу. На основании части 3.47 УКРФ невозможен сохранение замедленным права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Гражданский юж по делу не заявлен, руководств статьями 3.6, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9 УПК. Суд приговорил медника Анатолия Сергеевича признать в ином сообщение преступления предусмотренного частью 1.264 УКРФ и назначен наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В соответствии с статьей 53 УКРФ возложительно осужденного обязанность 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный госорган, ошляющий надзор за облыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы. Установить ограничения, не уходить из места постоянного проживания и пребывания в определенное время суток с 22 часов до 06 часов, не посещать места проведения массовых иных мероприятий, не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы территории муниципального образования в городе Саратов, не изменять место жительства или пребывания, место работы или учебы без согласия специализированного госоргана, начали очки надзор за облыванием осужденного наказания для отключения свободы. В соответствии с частью 3 ст. 47 у КРФ назначен минику, витали все веще дополнительное наказание для лишения права заниматься деятельностью связанным с управлением транспортом и средством на срок 2 года. Подписку о невыезде на отлежащем поведении в отношении миника оставить прежний до вступления приговора за полную силу. Вещественные доказательства по делу мотоцикла КАВА САКИНИКС-650Д без регистрационного знака хранящего нас специализированного стоянка в Пальше-Саратов-Вольске, про 5 километров, после вступления приговора за полную силу можно возвратить по предназвежности Чиканова. Вещественные доказательства по делу автомобиль Ауди Q3 век знак ХМТ-818 НРО, с 4-й регион, охраняясь под распиской у Медникова УВС после вступления приговора за полную силу оставить по принадлежности у Медникова. Вещественные доказательства по делу 5 дисков записи на видеорегистрацию автомобиля Ауди Q3 с видеорегистратора САКИНИКС-1.5 СССР в городе Саратов в виде записи камеры Деногриднец-Банка ВТБ ресторанов СОХА после вступления приговора за полную силу хранить 3 материала дела. Вещественные доказательства по делу детализации вызовов клиента Медникова с обменским номером 927 05 5500 49 Григорьева и с обменским номером 986 999 1868 Вещественные доказательства следственного отдела по Лужскому району после вступления приговора за полную силу хранить по указанной принадлежности. Вещественные доказательства по делу маговый тампон с рычага КПП рулевого колеса, рычага передней двери рычага указательного поворота автомобиля Ауди 2 отрезков липкой ленты сквозь переднего пассажирского сиденья автомобиля Ауди К3 2 фрагмента липкой ленты сквозь подголовника пассажирского переднего сиденья автомобиля Ауди К3 7 отрезков липкой ленты сквозь со спинки переднего пассажирского сиденья автомобиля Ауди К3 2 смолы с ручки переднего пассажирского сиденья Ауди К3 5 смолы с подушкой безопасности 2 смолы с верхней панели обшивки передней правой двери Два волоса со спинки переднего пассажирского сидения хранятся в камере хранения Нечестно доказать следственного отдела по Воложскому району группы Саратов После поступления приговора в законе всего уничтожить Разъяснение, что приговор может обжалован в апелляционном порядке в Саратовском областном суде Чем 10 суток со дня его разглашения В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления Осужденный проект, когда со своем участии рассмотрим дело судом апелляционной инстанции В тот же срок со дня вручения апелляционного представления апелляционного жалобы Затрающего интереса осужденный вправе подать свои возражения В присутствии выхода с собой участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции Оглашение окончено, приговор понятен Сроки обжалования понятны Сроки подачи замечаний также Стороны могут воспользоваться констатом коммене с протоколом Подача под установленным законным сроком замечаний на данный протокол Заседание предъявится окончено